МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомню, это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Мы возвращаемся в эфир. Обязательно вспомним о ситуации на фронте, но главная тема этого часа – коалиция. На этих выборах мы с вами определили, какие политические силы прошли в парламент, кто станет участниками этой коалиции. Но результат голосования оказался таким, скажем так, неожиданным и неоднозначным, что сами политические силы стали бороться за главенство. Кто лидер коалиции, кто тон задает. И эта борьба не свелась к принципиальным вещам. Во многом она свелась к такой понятной и простой борьбе за кресло. Ну и вот как, скорее всего, распределятся места в новом парламенте. 27 кресел останутся пустыми. Это те депутаты, которых в этот раз не избрали в Крыму и на Донбассе. Уже ясно, что самую крупную фракцию получит блок Петра Порошенко. У них уже есть больше 130 депутатов. Вторая по численности фракция больше 80 мандатов будет у Народного фронта. Что показательно. На выборах обе силы набрали практически равное число голосов. А вот мажоритарщиков среди сторонников президента оказалось втрое больше. Еще 4 политические силы завели в парламент по 2-3 десятка человек. Но это еще ни о чем не говорит. Ведь главная интрига. Кому примкнут те депутаты, а их больше сотни, которые шли на эти выборы самостоятельно и победили в округах. Их решение присоединиться к той или иной силе и способно очень многое изменить. В том числе и фамилии тех, кто возглавит новый парламент. Сами политики чаще всего говорят, что новым спикером станет один из ближайших соратников президента. Владимир Гройсман. А Юрий Луценко, которого тоже сватали на это место, имеет все шансы возглавить пропрезидентскую фракцию. А вот места заместителей пока вакантны. Одной из них по традиции скорее всего отойдет оппозиции. Вероятно оппозиционному блоку. Таким стал итог борьбы, которая развернулась сразу в ночь выборов. А дальше? Дальше начался традиционный для наших политиков обмен ударами. Понятно, что коалиционные переговоры подразумевают торг. Но главный вопрос, а вот как согласовать его с политическими принципами? Где наши политики могут уступить? Чем готовы пожертвовать на этих переговорах? А чем точно нет? Спросим об этом у них самих. Представители ведущих политил, представленных в новом парламенте, с нами сейчас на связи. И напомню наши договоренности. Все в равных условиях. У каждого чуть больше полутора минут на ответ. И еще полминуты, если захотят прокомментировать высказывания других участников. Ну и вопрос. Вопрос ко всем один. Чем вы готовы пожертвовать ради коалиции и от чего не откажетесь никогда? Итак, начнем. От батьковщины Игоря Жданов. Пане Игоре, чем Юлия Томушенко и фракция готовы поступить, а еще не подлегает обговорению? Коаліція демократичных сил має бути сформована за будь-яких умов. И вона должна складаться из пяти политических сил. Народного фронта, блоку Петра Порошенко, радикальная партия Лега Ляшка, самопомощи и батьковщины. Вы знаете, мы не выставляем жодных умов щодо министерских портфелей. Натомость просим бы поддерживать наших побратимов, членов и других партнеров по демократичной коалиции по тим приоритетам, которые должны быть записаны в коалицийной угодке. Это мир, это НАТО, это ЕС, это радикальная реформа. Оскільки мы не выставляем жодных умов щодо участки в каких-то виконавских структурах, в уряде, мы вважаем, что это абсолютно реально, чтобы нас поддержали сам по наполнению коалицийной угодой. Сама коалицийная угода, вона писалася на Майдане, вона была написана и скреплена кровью героев Небесной Сотни, и мы никогда не можем поступить с этими принципами, которые были проголошены на Майдане. Коалиция нужно создать в абсолютно прозорий и ответственный способ. Пане Егоре, у вас маленькая фракция, а за рахунок чего вы сможете ставить свои умовы двом великим фракциям, которые сейчас творятся в парламенте? Вы знаете, мы не ставим умовы, оскільки я уверен, что все демократические партии, они единственные в своей стратегии, лишь в тактике. Я думаю, что те прохания, те виклики, те принципы, приоритеты, которые мы закладываем в коалицийную угоду, они будут поддержаны другими нашими партнерами. Также мы считаем, что в коалицию не должны входить те народные депутаты, которые голосовали за диктаторские законы 16 сентября. Дякую, час. Блок Петра Порошенко, Юрий Гримчак. На какие уступки готовы пойти ваша политическая сила? Ну вот пост премьеры вы уже уступили. А чем точно не пожертвуете? Нет принциповых разбежностей в позициях тех сил, которые формуют коалицию. И поэтому нет таких вопросов, которые бы не можно было договориться. На сегодняшний день все выступают, все победители, ну и большая часть парламента, это надо понимать, выступают за европейский выбор, за реформирование страны, за новую страну, фактически. И поэтому на сегодняшний день я не вижу таких каких-то вопросов, которыми нужно было бы для того, чтобы коалиция запрацювала, ну, отставить их. Поехали, Юрий, извините, но почему тогда так долго триваются эти коалициональные переговоры? Чому за три дня не сформировали коалицию? Я думаю, что они еще будут триваться, как минимум, пару недель, хотя потому, что еще нет официальных результатов выборов. То есть, ну, понятно, более-менее понятно, сколько людей будет в каждой фракции, но до оголошения официального результата выборов у нас есть время для того, чтобы вести перемогу. Это первое. По-друге, если вы знаете, что, в принципе, уже договорились про то, что не будет квотного принципа при формировании уряда, сегодня есть время, и это главные перемоги, это Блок Петра Порошенко, Народный фронт и самопомощь, сегодня взяли время до понедельника для доопрацювания коалициональной угоди с тем, чтобы те вопросы, которые считают главные политические силы, они были отображены в коалициональной угоде, когда принимать какие-то законы и тому подобное. То есть, в данном случае процесс идет, и пришедшить его мы не можем, хотя бы потому, что у нас пока что даже ЦВК не пораховал официально результаты выборов. Дякую, час. От Народного фронта Александр Кирш. Скажите, а что для вашей политической силы предмет торгов, и чем ваши однопартийцы будут готовы пожертвовать ради коалиции? Будут готовы пожертвовать, возможно, определенными должностями, определенными постами, в том числе не только в правительстве, но, скажем, и в комитетах Верховной Рады. Я для себя, допустим, определился, что я был бы хорошим председателем налоговой подкомиссии или налогового подкомитета, но, ради бога, я на этом не буду настаивать. А чем мы не готовы пожертвовать? Это то, что было сказано. Мир, Европа, НАТО, Европейский Союз, то есть, именно ориентация Украины на Запад, а не на Восток, не на имперскую Россию. Это обсуждение не подлежит. Должностями и постами можно ожертвовать. А в отношении того, почему так долго идут переговоры, я думаю, что потому, что действительно обсуждается реальное коалиционное соглашение, а не просто некие общие фразы. Поскольку речь идет о конкретном графике, где, когда и что, с конкретными сроками, с конкретными персоналями, которые будут за это отвечать. Поэтому понятно, что обсуждение такого детального коалиционного соглашения требует времени. Какого времени это требует? Как, по-вашему, сколько займут эти коалиционные переговоры, если, судя из ваших слов, все так достаточно просто и безобычно? Думаю, что как максимум неделю. Думаю, что через неделю все будет ясно. Ну, за исключением каких-то уже совсем мелких деталей, потому что детализировать можно очень долго. Но думаю, что контуры и основные черты будут ясны уже через неделю. Может быть, даже раньше. Очень на это надеюсь. Спасибо. Чуть-чуть времени еще есть. Хочу спросить ваш прогноз. Эта коалиция продержится весь срок парламента? Очень надеюсь, что весь срок парламента. Если не весь срок, то это будут ошибки, которые уже были в прошлом. Дело в том, что нам сейчас нужны не просто законы, а нужны конституционные изменения. Поэтому очень желательно, чтобы было конституционное большинство из пяти победивших партий. Понятно. Спасибо. Далее радикальная партия Олег Лешко. Олег, а вот вас в коалицию пригласили уже? На каких условиях? В каких-то уступках просили? Радикальная партия сразу после выборов заявила, что мы готовы брать участие в коалиции. Потому что миллионы людей, которые голосовали за нашу партию, которые голосовали за другие демократические партии. Я думаю, что это сигнал всем политикам, что пришел час прекратить чвари. Надо объединяться и решить проблемы страны. Доброе. Зараз для того, чтобы объединяться, чем вы готовы поступить? Наше головное вопрос сегодня. У нас нет проблем с чем-то поступать, потому что мы ни на что не претендуем. Наша главная претензия – это в составе коалиции решить те задачи, за которые наши выборцы за нас голосовали. У нас, с этого привода, были встречи с президентом Украины и с премьер-министром Яценюком. Мы не видим расходов, которые бы не дали нам возможность быть в коалиции. Только хотел бы заметить, коллега Юрий Гримчак сказал, что главные участники коалиции ведут между собой премьер-министром. Пане Юрию, я думаю, что в коалиции нет главных или молодых участников. Все должны быть равными участниками коалиционных договоренностей и угодов, независимо от количества членов партии. Просто уже начали работать рабочая группа, по три представителей от каждой политической силы. Я про это говорил на уважение. Поэтому я не вижу проблем домовиться, потому что 23 лет мы топтались на месте. 23 лет мы объяснили, кто главный, кто молодший. У подсумки, сегодня мы имеем ситуацию катастрофичную в экономике. Наши главные задачи, с которыми идет радикальная партия до коалиции – это защит вещества. И мы тут союзники президента, и союзники уряда. Мы должны сделать все для того, чтобы защитить нашу страну. И второе, главное – это увеличение уровня жизни миллионов украинских граждан. Потому что шлях до Европы – это чудово. И мы сделаем все для того, чтобы Украина пришла до Европы. Но важно, чтобы мы все туда пришли. Потому что много людей живут, конечно, плохо и не так, чтобы живут. Дякую. Политический новичок, партия, которая только пройшла в парламент, пройшла впервые. Самопомощь из Львова у нас на прямой связи Олег Березюк. Пану Олеже, а вопрос у вас такое, как и для всех. Чем вы готовы жертвовать за ради коалиции? И от чего никогда не отмываться? Наша политическая сила готова пожертвовать всем, кроме трех принципов. Первый принцип – это принцип идеологии самопомощи, самоорганизации, самодисциплины, самоврядности, который подходит в том, что владу и деньги нужно оставить людям в селах и в местах. Разом с тем, оставить их ответственность. И тогда страна будет организована лучше. Другой принцип – это принцип парламентарности. На жаль, люди не знают, что подсумком 2004-2005 годов в Украине была потеря парламентарности. Парламентом руковало 5-6 людей. Парламент не работал над законами, которые были полезны для всех, для всей страны. Парламент не выполнил свои представительские функции. И, на жаль, парламент не выполнил свои контролирующие функции. И мы очень хотим, чтобы вместе с коалицией мы восстановили парламентаризм в Украине. Это очень серьезно. И третий принцип – это принцип профессиональности в ускоре. Даже в том, как мы формуем коалицию. За конституционным принципом, что коалицию формуют не в кабинетах вищих чиновников, даже в стране, а формуют сейчас люди, которые выбраны в парламенту. Он уважает, посады вас не интересуют, вас интересуют принципы. Я правильно слышу? Нас обрали не для посад, нас обрали для восстановления принципов разбудования нашего с вами общества. Перед таким выкликом, разговоры про что-то иное, я просто заявляю. Спасибо. Оппозиционный блок, Нестор Шуфрич. Нестор Иванович, а чтобы не за счет вашего времени, просто чтобы зрители поняли, скажите, оппозиционный блок ведь в коалицию не собирается, переговоров не ведет, правильно? Мы изначально заявили о том, что мы не будем принимать участие в этой власти. Сегодня мы считаем, что эта коалиция не будет представлять, к сожалению, всю Украину, она будет представлять только отдельную ее территорию. Но тем не менее, мы требуем как можно быстрее коалиции определиться в своем составе и взять на себя ответственность за ситуацию в стране. Тогда главный вопрос, я все-таки задам главный вопрос тогда. Зачем, ну, поскольку вы в коалицию не идете, вот вы со стороны видите коллекционные торги, скажите, а чем уже сейчас жертвуют ради коалиции, чем стоит пожертвовать? Сегодня, я думаю, все должны отбросить любые амбиции, которые связаны с вопросом установления мира в зоне конфликта. Это один из трех наших главных принципов и требований. Мир на Донбассе, причем в мирный способ, без использования в дальнейшем оружия. И такая возможность есть, мы готовы здесь поддерживать. Второе, это принятие государственного бюджета на 15-й год, в котором будут компенсированы все социальные потери, которые понесли наши граждане в этом году, из-за роста цен, из-за установления новых тарифов, новой цены на газ для населения и, конечно же, девальвации, обесценивания национальной гривны. Мы в бюджете будем требовать восстановить помощь всеми. Третье, это проведение конституционной реформы в направлении реальной децентрализации власти, чтобы на местах формировалась власть, и вместе с тем там была обеспечена бюджетная независимость, и в связи с этим мы будем требовать вносить изменения в бюджетный кодекс и в налоговый кодекс с тем, чтобы деньги, собранные внизу, оставались у регионов. Сегодня мы готовы поддержать все решения, которые будут служить для решения этих трех принципов, если мы увидим, что должность и власть, а я подозреваю, что именно ради этого были организованы досрочные выборы, потому что мы видим, что власть не поменялась, и она не могла поменяться в этих условиях, но мы будем требовать ответственности власти, тем более после выборов, которые были проведены в условиях, к сожалению, реальных военных действий. Мы должны сегодня установить мир, и это главное. Дмитрий, с вашего дозвола я втручусь. Мир на Донбассе – это надзвичайно важливое. Я думаю, что большинство представленных партий тоже хочет миру на Донбассе. Но неможливый мир на Донбассе, пока там есть российские оккупанты, пока открытый кордон между Украиной и Россией. Сейчас нарощают озброения российские террористы. Сейчас сегодня убивают наших военнослужащих и мирных граждан. Я не хотел об этом говорить в этом эфире, но мы уже предпринимали реальные шаги для урегулирования вопроса на Донбассе и считаем, что это ответственность и задача власти. Но здесь мы партнеры не власти, а народу Украины и Украине. Потому что только урегулировав вопрос о Донбассе, мы можем надеяться на стабильность. А сегодняшняя коалиция должна доверить и поручить Яценюку сформировать правительство, а через 100 дней после егоформирования мы спросим, и, поверьте мне, спросим ответственно и очень жестко. Нестор, а я думаю, что людей не цікави, кто при владе, кто в опозиции. Люди спитают и с тех, и с других. Если не будет реальных изменений, не будет реально повышение уровня жизни. Они не пытатимы, когда даватимы у морду, то от опозиции или от влады. Спитают из всех. Позвольте мешаться в вашу дискуссию. Я хочу сказать, видите, как все замечательно. Полное единство пяти победивших фракций плюс ситуативная поддержка шестой фракции. Это же просто великолепно. У нас будет долгое, замечательное большинство, видимо, все-таки консионное на протяжении всей каденции. Я тоже хотел бы добавить, я переконан, что мы способны откинуть политические амбиции, откинуть партийные интересы, откинуть личные интересы и руководить только интересами народа Украины. А у него Запад был очень простой. Он хочет единственности, он хочет мира, он хочет европейской Украины, он хочет действительно увеличение уровня жизни. Коллеги, говорите реальные вещи, люди много от вас ждут, на вас лежит ответственность. Мы готовы поддержать любые решения, которые будут служить стабилизацией и повышению уровня жизни, но вы должны быть очень внимательны в каждом слове и в каждом своем действии. У нас нет другого выхода, как сидеть за стол переговоров, откидать амбиции и работать. Спасибо всем. Я очень хотел бы, чтобы вот такое единодушие, потому что на удивление разные политические силы нашли общую точку зрения в нашей студии, чтобы такое единодушие было и в Верховной Раде. Спасибо всем за то, что присоединились к нам сегодня. Ну а о том, какой все-таки будет эта коалиция, кто пройдет правительство, кто получит правительственные портфели, мы обязательно поговорим сегодня, поговорим в этом части, в том числе и с политиками, которым эту коалицию формировать. Представлю гостя. Александр Вилку, представитель оппозиционного блока в нашей студии. Вечер добрый. Спасибо, что пришли. Вы знаете, я хотел бы с вами вернуться к теме так называемых выборов, так называемых ДНР и ЛНР. Мы весь первый час за ними следили. Ну вот сейчас смотрю заголовки российских новостей. Проходит предварительная пресс-конференция по итогам. Дают наблюдатели из Франции, якобы наблюдатели. Он говорит, что выборы соответствовали демократическим нормам. Публикует результаты экзетполов. Захаченко лидирует. 81,3% он набирает. Говорили мы в этой студии с Маркианом Лубкиевским. У СБУ, у нашего СБУ были цифры. Вот те же цифры, которые публикуют сейчас, они были еще с утра. Цифры спущенные из Москвы. Ваше мнение по поводу этих выборов. И нет ли опасения, во всеми цифрами, опасения, которые наверняка есть у многих наших зрителей, что вот сегодняшний день станет переломным, что сегодня Донбасс может стать еще дальше от Украины? Конечно, я против того, что сегодня произошло на Донбассе. Любые выборы, которые проходят на территории Украины, должны проходить в соответствии с нашей Конституцией. Но самое главное, что эти выборы точно не решат проблемы людей, которые есть, которые живут в нашей Донецкой и Луганской области. Возможно, они надеялись на это, но... А там живут миллионы людей. А проблемы на Донбассе такие, что нет работы, нет у людей просто денег, нет бензиновой скорой помощи и лекарств в больницах. Там живет 4-5 миллионов человек. И это такие же украинцы, как и мы, которые живут в Ростовбоне. У нас есть интервью, которое наши корреспонденты прямо там сегодня записали. Вот что сами люди говорят. Здравствуйте, бабушка. Что, не платят пенсию? Еще нет. Нам нет. Но говорят, уже дают. Начали давать. Но дают инвалидам, детям. А нам последнюю очередь. По тысячи гривен будут платить? По тысячи 300, что ли. Я, вот честно говоря, я не пойму всю эту ситуацию. Я даже не знала, куда идти. Это вчера мне случайно сказали. А гуманитарную помощь дают? А вот же привезли только вчера. Мы два раза всего получили. Больше не пришла. Не давали больше. Я два раза получила. Была тушенка. Шесть таблетки? Шесть рублей. Вот так вот отдаешь и на один день. Вот так вот. Ну что, мы скоро будем получать тень, сейчас мы не будем. Скажите, а что можно сделать для этих людей? Ну, вот многие политики, даже не столько общественные активисты, но и политики скажут, ну вот все, они уже не наши, они голосовали за самопроизглашенные власти. Нет, конечно. Для того, чтобы эти территории реально, де-факто, были в Украине, нам необходимо сейчас поддерживать людей. Необходимо платить им пенсии, необходимо отдавать газ, чтобы там тепло было, пособия матерям с детьми, обеспечивать больницы. Сейчас очень важно нам поддержать тех простых мирных людей, а это 5 миллионов, которые сегодня живут на этих территориях на Донбассе. Если у нас уже есть связь, да, давайте сменим тему. У нас только что появилась связь с Андреем Лащевым. Наш корреспондент сейчас на прямой связи. Расскажу, в чем ситуация. На самом деле, очень многие ожидали, что вот это первые честные выборы, первые выборы, когда, ну, на самом деле, не должно быть нарушений, или, по крайней мере, даже если что-то происходит, то все должны стремиться к тому, чтобы все было максимально прозрачно. К сожалению, очень многие политические силы, не только ваша, мы со свободой должны сегодня общаться, если получится. Другие политики говорят о многочисленных нарушениях, о так называемых проблемных округах. И вот прямо сейчас наш корреспондент у стен Киевского апелляционного суда, там члены скандально известного окружного избирательной комиссии номер 50. Ну, Центр-избирком говорят Центр-избирком, Окр-избирком не скажешь, наверное. Пытаются оспорить решение Центра-избиркома о пересчете голосов. На самом деле, странная история, когда одна комиссия спорит с другой, вместо того, чтобы выполнять решение, тем более в суде. Все узнаем у нашего корреспондента. Андрей, какие подробности? Дима, заседание Киевского апелляционного суда началось с опоздания в полчаса, в 19 часов. После этого его сразу же перенесли еще на час. И вот его открытие мы ждем до сих пор. Стоит отметить, что в зале заседания присутствуют сразу все заинтересованные стороны. Но подробности о предмете спора пока что неизвестны. Об этом мы сообщим или уже на протяжении этого выпуска, или в наших утренних блоках. Мы остаемся здесь и самые последние новости в эфире. Андрей, я правильно понял, что окружная избирательная комиссия спорит в суде с Центральной избирательной комиссией? Верно. Так и ездимо. И они пытаются оспорить результаты или отказаться от пересчета голосов? Вот хоть какая-то информация. Что нам известно к этой минуте? Они пытаются оспорить решение Центральной избирательной комиссии о перерасчете голосов. Хотя на этом настаивает один из кандидатов, который по предварительным результатам выиграл выборы по 50 округу. Это Красноармейск, город Димитров, ну и остальные в этом округе. Я понял, спасибо большое. Ну вот смотрите, я хотел с вами это обсудить. Есть решение Центральной избирательной комиссии о пересчете голосов. На самом деле, ну если все заинтересованы в том, чтобы эти выборы были честными, в том, чтобы ни у кого не было сомнений, легче всего перевести пересчет. День, два, три потратить столько, сколько нужно, но ни у кого не останется сомнений, обид, никто не пойдет в суды. Кто тормозит пересчет? Почему тормозят пересчет? Вы знаете, 50-й это такой очень показательный, но не единственный округ, на котором сегодня просто бандиты пытаются фальсифицировать выборы. Это и 30-й округ, и 37-й, и 38-й, и 50-й, и 60-й. Есть несколько таких округов. Это идет реализация рейдерских схем, откатанных на отъеме предприятий, только сейчас это фальсификация выборов и отъем у людей право голоса. Это бандиты подставляют президента, подставляют Центральную избирательную комиссию, просто попирают сами принципы демократии, которые есть. С подконтрольными судами, батальонами, с давлением на милицию, на правоохранительные органы, пытаются фальсифицировать выборы. 50-й округ, очень показательный пример. Там с результатом больше 10 тысяч голосов реально выиграл выборы герой Украины Байсаров. И это подтверждено все полностью протоколами дельничных избирательных комиссий с печатями, с мокрыми печатями, со всеми на свете. Окружная комиссия сфальсифицировала протокол, внесла неправильные данные в компьютер. И сейчас Центральная избирательная комиссия назначила, естественно, по проблемным участкам, это в основном город Димитров, назначила пересчет голосов. Это нормальная практика, такое бывало много раз на всех выборах и соответствует абсолютно европейской практике. Там тоже есть это. Соответственно, кандидат, в пользу которого это все сфальсифицировано, пытается через суд изменить решение Центральной избирательной комиссии. Но это уже даже не фарс. Это, скажем, преступники видят, что их начали ловить и пытаются через суды каким-то образом это поломать. Самый честный вариант это один. Пересчитать голоса и установить, кто победил. Хотя тут есть на самом деле другая опасность. Потому что сейчас на 50-м округе окружная избирательная комиссия полностью находится под охраной неизвестных вооруженных людей. И до этого времени могут быть просто уничтожены все мешки, бюллетни и все остальное. Я понял, спасибо. Но на самом деле на проблемные участки, на проблемные этих выборах жалуетесь не только вы. Эти люди подставляют президента в первую очередь. Президента и Украину на самом деле. Это не наши политические оппоненты. Весь мир хорошо понимает, что это не наши политические оппоненты, это просто преступники, которые выборы хотят фальсифицировать. И назвать это еще словом демократии. Понятно, спасибо. Я хотел сказать, что все-таки на эти выборы жалуетесь не только вы. Но вот мы с минуты на минуту должны выйти на связь с Андреем Ильенко, представителем Свободы. Свобода уже заявляла о том, что эти выборы сфальсифицированы на многих округах. Именно поэтому она не прошла в парламент. Вот у Свободы еще есть все-таки возможность остаться в большой политике, но в частности благодаря местным выборам. Ведь во многих регионах у Свободы достаточно хорошие шансы пройти в местные советы. Ну и в этом созыве о Свободе тоже не забудут. У них будет хоть и не фракция, но все же 7 депутатов Верховной Рады. А вот для двух других некогда влиятельных политических сил, которые проиграли эти выборы, политическая история, похоже, закончилась. Это Компартия Украины и партия Сергея Тегипа. Ну вот вспомните, что у одних, что у других лозунги не меняются от выборов до выборов. Каждый раз, что на парламентских, что на президентских, они шли за властью с одним и тем же набором обещаний. Дорогие, сегодня по всей Украине... Ну одни говорили о реформах, другие о том, как защитить от них рабочий класс. А когда это срабатывало, договаривались о разделе власти и забывали об обещаниях. Ну эти выборы показали, что доверие избирателей ресурс не бесконечный, что с каждым годом украинцы все меньше верили, все лучше понимали суть этой игры. И вот сейчас в результате коммунистам и партии Сергея Тегипа не хватило голосов, чтобы пройти в парламент. Ну а какова ситуация со свободой? Все-таки прямо сейчас узнаем. К нам должен присоединиться Андрей Ильенко, представитель свободы. На этой неделе они объявили всеобщую мобилизацию за выборов в Раду. Таким образом, свобода дала понять, что не согласна с результатами выборов. Есть связь уже, да? Андрей, скажите, во-первых, в чем нарушение? Вечер добрый. Скажите, пан Цагнебок сказав про фальсификацию, сказав, что победу вас забрали. Как вы собираетесь действовать? Чи вы будете оскаржувати результаты? Какой ваш план? Доброго вечера всем. Я вот хотел бы начать с того, что я сейчас находлюсь в Черкасской области, где уже несколько дней идет борьба на окружении 198, где победил, уже согласно всех данных, из всех дел, свободы Сергей Рудик, но в который уже разными способами в него пытаются вкрасить эту победу. И, в частности, сегодня новопризначенный глава окружной комиссии втек вместе с выборной документацией, уже оглашенный урожок. И тут тоже происходят такие довольно серьезные события. В целом, я хотел бы сказать, что, естественно, на нашу точку зрения, проба штучного не допустить свободу в парламент, это однозначно проект, который выгоден Кремлю. И на сегодняшний день мы продолжаем бороться за каждый наш голос, мы продолжаем бороться за перерахунок голосов на тих окружных комиссиях, где мы видим очевидные порушения. И также мы находимся сейчас в судовых тяганинах по многим округам, в частности, по Луганской области, где, на наш взгляд, произошло самое штучное завышение явки, которое в результате штучно подвижило выборчий барьер. И в результате стало причиной той ситуации, которая есть. Но в любом случае, хочу вас верить, что кто бы какие планы не строил, мы будем бороться до конца. И в любом случае, свободу будет представлена в парламенте. И свободу, и те депутаты, которые будут от свободы, они будут занимать принципово политическую позицию в Верховной Раде. Дякую, что еще проигналы все до нас. Скажите, ну вот не только ваша партия жалуется на фальсификации, насколько они были масштабными все-таки? Вы же понимаете, что я, мягко говоря, не являюсь поклонником партии «Свобода». Но я за то, чтобы все было по-честному. Каждый из нас за то, чтобы было по-честному. Не важно, какой политической силой это касается. Ну, как показывают опыт, что не каждый из нас. То есть есть те преступники, говорю открытым текстом, которые, поставляя сегодня Украину, президента, пытаются фальсифицировать выборы. Спасибо. У меня последний вопрос. Вам очень мало времени. Скажите, но вот, по всей видимости, все-таки свободовцам не удастся вернуться в парламент, несмотря на то, что они сейчас говорят, как они настроены. Нет партии «Тегибка», нет коммунистов. Вы единственная оппозиционная сила сейчас. Коалиция, в принципе, объявила, что они намерены делать в этом парламенте. Как там портфели будут делить, как коалицию создавать, как действовать. Что вы намерены делать, как оппозиция? Каков ваш план? Когда сейчас власть делит портфели и грызется, у кого какое министерство и так далее, мы сейчас не говорим ни о комитетах, ни о каких других вопросах. Для нас сейчас самое главное – это не дать власти заморозить страну. И самое главное, чтобы промышленность начала работать. Первым пакетом законопроектов, которые внесет оппозиционный блок в новом парламенте, это будет пакет о поддержке украинских семей. Тех, кому сложнее всего, учитывая двойной обвал национальной валюты, подорожание медикаментов, продуктов питания, то есть поддержка украинских семей. И, конечно же, мы будем настаивать на реализации комплексного плана восстановления национальной промышленности, национальной экономики, чтобы у людей была работа и была зарплата. Мы будем очень жестко и требовать от этой власти, и контролировать эту власть. Спасибо большое за разговор. Мы будем следить за ситуацией на проблемном участке. Для нас, в принципе, даже важно, чтобы просто, как вы сказали, чтобы была справедливость. Даже не столько важно, какие политические силы проигрывали или выигрывали. Многие из нас хотели честных, чистых выборов. Все хотели. Все хотели. Кто не хотел? Все хотели. Будем надеяться. Спасибо за разговор. И давайте поговорим сейчас, кто получит реальную власть в стране, кому достанется Кабмин и каким он будет. Ну, уже ясно, что во главе правительства останется Арсений Яценюк, лидер Народного фронта. Но любой премьер хочет контролировать и ключевые министерства. Ну, вот как минимум, Министерство финансов и юстиции. А еще пост министра Кабинета министров, человека, который отвечает за организацию работы правительства. Уже известно, что Минфин Яценюк хочет предложить одному из ближайших своих соратников, Андрею Пышному. В двух других креслах оставить Павла Петренко и Остапа Семирака. Ну, а далее. Президент Порошенко. В любом случае он сохранит контроль над МИДом и Министерством обороны, по крайней мере, так положено по Конституции. Похоже, что нынешние министры Павел Климкин и Степан Полтора главу государства на этих позициях вполне устраивают. Наверняка его партия получит и другие министерские посты. Политики говорят, что Минздрав может возглавить Ольга Богомолец, третий номер предвыбранного списка Петра Порошенко. Президентская партия претендует и на Министерство экономики, поговаривая, что этот пост отойдет Виктору Пинзенеку. Пост министра образования, вероятно, сохранит за собой Сергей Квит. Ну, и один из самых интересных вопросов. Кому достанется Министерство внутренних дел? И сможет ли остаться Арсен Аваков, сможет ли он остаться на этой должности? Добрый вечер. Добрый вечер. Ганна Гобко, представитель самопомощи, перший номер самопомощи. Я так понимаю, что у вас, мне кажется, один из первых телевизионных эфиров, ну, таких великих. Чи были уже, ну, если не рассчитывая перед выборчим? Ну, перед выборчим было много, а после выборчим… Песле выборчим первым. Ну, одразу были в ночь выбори, когда были оголошены результаты экзитполиев, И в пятницу у меня был эфир на «Голосе Америки» в Вашингтоне. Дякую. Скажите, ось мой такий післявибучий розклад зараз рассказали, там гадали, кто будет в уряде, кто будет в коалиции. Ваша політичная сила, вы особо на какие-то посады рассчитываете? Ни, мы рассчитываем только на то, что наконец-то украинские политические партии объединяются вокруг тех интересов, которые важны для страны. В самом начале заявила, что нам принципово, чтобы коалиційная угода будалась щодо конкретики, тих пріоритетей, которые нужно решать. И нам важно, чтобы уряд был профессиональным, чтобы не было цего квотного принципа, который, как мы видели за последние 7 месяцев, является руйненным и не настолько эффективным, как сейчас требует время и тих искусств, которые есть в стране. Вы новая політичная сила в парламенте. Я хотел Вас запитать, потому что не было еще нагоди, а какая Ваша позиция стосовно Донбасу? Мы сегодня весь день, в первую очередь говорили про так называемые выборы в так называемых ДНР и ЛНР. Были разные позиции, и много кто побоится, что украинская влада должна быть с ними уже вести переговоры, с теми, кого начебто сьогодні выбрали. Ваша позиция? Вести переговоры, пан Кириленко говорил воювати. Ну, не прямым текстом, но между рядками читалось. Ну, вы знаете, еще в конце серпня самопомясь чётко сказала, что Донбас – это тимчасово окупованные территории, вообще Схид, а не дать потребление какого-то особого, специального статусу. Потому что все, что происходит на тимчасово окупованных территориях, в принципе, мы вважаем, что террористы и те, какие есть сепаратисты, которые там фактически знущаются над людьми, рано или поздно мы повернемо Донбас, мы повернемо Крым. Для этого нужно, чтобы украинская армия стала сильной. Для этого нужно, чтобы запрацювала наконец-то экономика. Для этого нужна политическая единность, чтобы запровадить те реформы, которые ждет и света, и ждет украинцев. Ну, и международная поддержка для этого нужна. У нас сейчас, просто сейчас, есть сопутник. Мы поговорим с нашими корреспондентами в Брюсселе и в Вашингтоне. Дмитрий Иловский находится сейчас в Вашингтоне. Он следил за тем, как сегодня американские власти отреагируют на то, что происходит на территории ДНР и ЛНР. Дим, какова реакция? Дмитрий? Рядкостная единодушие всех политических сил Америки. Выборы ДНР и ЛНР нелегитимны. Об этом в очередной раз напомнил его секретарь США Джон Керри. В интервью телеканалу Bloomberg он заявил, что крайне обеспокоен намерениями России признать эти выборы как законные. Что, по словам Керри, конечно, полностью разрушает минские договоренности и в дальнейшем не сулит ничего, кроме проблем. В то же время госсекретарь продолжает уповать на санкции и надеется, что Кремль, наконец, образумится. Но еще Вашингтон предупредил другие страны. Сказал, что необходимо отвергнуть эти незаконные действия сепаратистов и нельзя идти у них на поводу. Ну, например, направлять на Донбасс наблюдателей. Это вопрос настолько выходит за рамки нормальной, приемлемой политики для американского общества, что здесь никаких, не может быть никаких несомнений, никаких разговоров. Это фальшивые выборы, фальшивые, ненастоящие выборы в ненастоящем государстве. Вот и все. С критикой этих псевдовыборов выступил и генсек ООН Пан Гимун. А совбез ООН даже должен был принять заявление с осуждением выборов. Но тут вмешалась Россия и наложила вето на документ. Заявление этого черной раз подчеркивало важность территориального суверенитета Украины, а еще важность минских протоколов. Документ так и не приняли. Однако это в очередной раз показало всем неготовность российской стороны соблюдать достигнутые ранее договоренности. Но в целом, надо сказать, что следить за этой гонкой авантюристов и террористов здесь в Вашингтоне как-то не намерены. Иловский из Вашингтона. И сейчас у нас есть на связи София Гордиенко. Она в Брюсселе. Софа, какова реакция европейской дипломатии? Дима, комментировать, судя по всему, европейским политикам особенно было нечего. Да и не выборы, это вовсе так считают в Европе. Но то, что наблюдали за происходящим на востоке Украины с пристрастием, можно понять по твиттерам ключевых персон. Яцек Сарешвольский, европарламентарий, сегодня целый день ответил снимки и новости с Восточного фронта. Например, российскую технику и военных в самом центре Луганска. Лина Слинкевич из глава литовского МИДа и старый друг Украины пошутил над созданием новой организации, которая должна была стать аналогом ОБСЕ. Но и Даля Грибаускай, это литовский президент, как обычно, не подбирал слов в отношении Кремля, мол, поддерживая так называемые выборы, Москва продолжает полностью игнорировать все писанные и не писанные международные нормы. А вот французская пресса следит за выборами не только в виртуальном, но и в реальном пространстве. Ведущие французские телеканалы и информагентства работают сейчас в Донецке и Луганске на выборах, которые признает только Россия. Дима? Спасибо, София Кардієнко из Брюсселя. Ганна, хотел бы вас запитать. Наши кореспонденти, особенно в Вашингтоне, сподіваються, поговоривши с американскими політиками, что санкції вплинуть, что тиск вплине. На вашу думку, Чи здатна Европа, Чи здатен Захід натиснути на Росію? Чи вони визнають ці вибори и підуть своим шехом? Я вважаю, что, по-перше, Захід повинен не визнавати цих виборів. Это первое. По-друге, Захід повинен тиснути на Росію, для того, чтобы нам повернули Крим. Потому что это, что Россия пытается привчити, что Крим наш, нет, Крим украинский. И поэтому должна быть единственная позиция Захода, Европейского Союза и Соединенных Штатов щодо поддержки Украины. Зокрема, дать воинскую помощь, для того, чтобы Украина могла достойно себя почувать саме у войны на Сходе. У войны. И мы должны очень четко подбирать правильные слова щодо того, что происходит на Сходе Краины. И так же анексия Криму. Крим має повернутый Украине. И про это также нужно говорить на международной арене. Почему это важно? Потому что стабильность в Украине это стабильность в целом регионе. И Захід чётко должен понять, что успешная Украина – это крах империи Путяна. Успешная Украина – это возможность демократизации в России и в других странах поздравленного простора. Ну, вы просто забегнули Бжезинске. Бжезинске вы цитируете, мы с ним говорили. Я не знаю, что я его цитрую, но это цитата, которую мы давно намагаемося донести, потому что в Украине, насправді, зароджуется абсолютно новая философия, абсолютно новый светогляд. И важность Украины для света в духовном аспекте, в геополітичном надзвичайно важлива. И тому Захід нарешті починает прокидаться. Санкции и другие экономические механизмы тиска – это одно. Но то, что происходит так же и в России, благодаря понижению цін, мы сейчас видим, на нафту и так далее. Не только это, это работает. И так же, что в середине самой России происходит очень большая демографическая кризис. Мы видим, насколько уровень социального жизни и так далее. Нам очень важно, чтобы Украина благодаря реформе, и тому нам принципово, чтобы все-таки нарешті произошло объединение політичных сил, новообранных, потому что нарешті в парламенте не будет коммунистов. И мы видим, как коммунистичная идеология после Ленінопада, который начался на Майдане и продолжился в других местах, она фактически исчезает. Аня, вы молодая человек. Вы счастливы в это верите, что может быть объединение політичных сил, что не будет истории, любые друзья, номер два? Вы знаете, за это заплатили жизнь на Майдане. Такого не было раньше. За это платят сейчас солдаты. И солдаты должны должны стать как раз оцим нагадыванием, домокливым мечем над теми депутатами, новообранными, которые сейчас в парламенте. Шановные, у нас немало 100 дней для того, чтобы проводить реформи. Нам нужно будет каждый день известить общество, что сделано, для того, чтобы решить проблемы коррупции, децентрализировать полностью и дать больше повноважений на региони. Для того, чтобы провести экономические реформи, восстановить экономику, поддерживать маленький и средний бизнес. Тому те, кто воюет сейчас на Сходе, поверьте, они не будут вагаться. В них рука не сдвигается, для того, чтобы приехать в Киев и напомнить, что они будут воювать. То есть вы верите в возможность третьего майдана, если... Нет, я как раз хочу сказать, что нам не нужен третий майдан. Мы достаточно уже майданили. Нам нужно строить новую страну. И новый парламент, в котором есть здоровые силы, есть профессиональные люди. Если даже подавиться на самопомощь, у нас нет ни одного депутата. У нас есть люди, которые, которые действительно по всем направлениям хотят работать. И мы хотим сейчас стать этим объединительным фактором для всех политических сил. Ради того, чтобы нам, по-перше, выполнять свой обязатель. Перед теми людьми, которые погибли, другим, которые сейчас воюют, мы должны работать, не говорить, а, как говорит наш гасло, взять и все реформи сделать. И для этого нет никаких проблем. Мы сегодня работали фракцией, работали конкретный перелик проритетов, и завтра на заседании о 15.30 их представим. Это Когуар, броневик отечественного производства. Основное назначение этой машины доставка пограничных нарядов к месту внесения службы, прикрытия и патрулирования. Вот видим, внутри такая бронированная капсула. Проходим. А сейчас разделительная линия, это, по сути, река, да? Как называется? Северский Донецк. И вот чем ближе к этой реке, тем громче слышны звуки выстрелов. Стреляют? Постейно. Постейно. Вот трошки притихли. Так, на Крымске, пожалуйста. Так. А-а-а, вы же не переправитесь, ребята. А что там? С Москвы все позревали. Ну, 40 назад бригада поехала на понтон проверить, разминировать. Ну, их обстреляли оттуда. Любая машина, да? Любая машина, которая туда подъезжает, сразу идет обстрел. А может, кто-то и живет, кто-то не выходит на улицу. Украина, конечно. То есть река стала границей, да, по-моему? Они бьют же теперь за нас. Они Трехизбинку мы не отдадим. А они уже себя Украиной не считают? Нет, конечно. Они считают себя Новороссией уже. Село Трехизбинка. Когда-то здесь летела жизнь. Со всех окрестных сел по выходным сюда съезжались люди на рынок. А сейчас здесь практически пусто. Край географии. Географии, контролируемой украинской властью. А в начале этого лета с такими же вот саблями здесь размахивали местные казачки. Эти традиции казаческие, они сохранились. Тогда это село было во власти сепаратистов. Позже пришли вооруженные силы, освободили село. Вот мы видим над тем домом развиваются украинские флаги. В общем, полностью все это село, оно контролируется Украиной. И произошла такая вот ситуация интересная, что теперь те местные жители, мужчины, казаки, которые бежали на тот берег реки, они обстреливают свое же собственное село. А что вы думаете по поводу действий России, Путина? Путин? Да. А что Путин? Путин ведет себя как положено. Что у него на уме? Дальше утра и до обеда колотили. Да. Это невыносимо. Люди кричат каравул. Там на автобусы садились, а въезжали люди, жители села. И как они там уезжали, на машинах ехали. Пострашнее, что было. Ну, едем по краю, по цей рейси, это как бы край, да? Как, ну, река там иди, так? Да. Я имею на увазе, где межа, где межа той территории, которую контролирует Украина. У Украины нет межи, и не должно быть. Это вы так уже привыкли, межа-межа. А тут все, един. Межа-межа между собой, что там-то бахается, делятся. Так что, а мы же тут не можем. Прикордонники сегодня говорят, старая граница, новая. Вы бачите, где они живут, прикордонники? А подивите, где наши войска живут. Землянка кто-то. Подивите их условия, подивите наши. Предаём всем приветствам, батькам, ждите за вас, чекайте. Мы на позиции. Так что, все будет дорого. Счастливо. Слава Украине! Героям слава! Подробности недели мы в прямом эфире. Мы продолжаем с нами на связи. Сергей Мельничук, командир батальона Айдар. Сергей, спасибо большое, что все это время смотрели, что были с нами. Да, иногда многословия политиков тяжело вынести. Спасибо за ваше терпение. И еще один гость прямо сейчас в студии. Юрий Тандит. Человек, который занимается освобождением наших ребят. Переговорщик Центра содействия освобождения заложников. При службе безопасности Украины. Сергей, у меня короткий вопрос к вам. Вот только что сюжет мы посмотрели, то, что Рома Бочкала сделал. Это же ваша территория. То, что там сейчас появится, неправильно, наверное, говорить граница. Но вот скажем так, линия разграничения. Насколько это поможет? Насколько это усложнит? Как вообще вы все это прокомментируете? Ну, я думаю, что эту границу надо убирать. Граница должна быть на территории государства Украины. А укрепрайоны, которые строятся у нас за спиной, так не должно быть. И граница, которая по Минским даже соглашениям, это угол трехизбинки и Смилы нарушена. И противник на нашей территории, даже по Минским соглашениям, его надо атаковать и откинуть. Хотя бы ради этого. Понятно. Спасибо вам большое. Нам было важно ваше мнение. И, Юрий, хотел вас спросить. Я знаю, что очень долго, практически порядка двух, может быть, трех недель вы поправите, если не так не было обменов, не было освобождения наших ребят. Знаю, что сегодня ночью освободили ребят. Сколько их было, как это было? Вот эксклюзивно для нас, для наших зрителей. Расскажите подробности. Обмены небольшие идут постоянно. Есть много волонтерских групп, которые, слава Богу, помогают и освобождают наших ребят. Ведутся переговоры. Что было этой ночью? Вчера вечером мы в третий день переговоров все-таки зашли на эту опасную точку, куда мы обычно заходим, Авдеевка и Синоватая, прямо, как говорят русские, в пригород Донецка. Зашли и ждали. И в конце концов, с той стороны перевезли 25 наших ребят. Вам удалось, 25 человек вызвали? Да, и удивительно то, что с нами были мамы ребят с батальона Донбасс. Несмотря на то, что они знали, что, к сожалению, с батальонов ребят нам пока не возвращают. И офицеров тоже. Но несмотря на это, они все равно поехали и они принимали ребят как своих сыновей. Насколько сложно стало сейчас менять в связи с этими событиями, в связи с выборами? Солдаты нам говорят о том, что там, на той территории распространяется информация, что до зимы не будет производиться освобождение ребят. Я знаю, что наши военнослужащие, которые находятся на тех территориях, они работают, выполняют работу, даже занимаются эксгумацией тел наших погибших ребят, души которых уже на небе. У нас очень мало времени, но я очень хочу вас расспросить о многом. Давайте, вот что успеем, расспрошу. Скажите, как происходит обмен? Многие не хотят об этом говорить. Как происходит обмен? Ну, самое главное – это проведение переговоров. В этих переговорах не должно быть обмана. Ты не должен обещать того, что ты не можешь сделать. Это очень важно. И дальше именно благодаря человеческим отношениям можно договариваться, потому что люди все, и все мы божьи дети. И можно даже, если человек одержим, если он обманут, все равно можно его переубеждать. И, слава Богу, мы используем это, и мы забираем наших ребят. То есть вы даже с боевиками договариваетесь? Кроме так называемых самопровозглашенных ДНР и ЛНР республик, мы ведем переговоры с полевыми командирами. Там удается взять намного больше ребят наших. Были уникальные случаи, когда мы заходили, забирали, допустим, за одного их человека 20 офицеров. Юрий, последний вопрос. Сколько еще наших ребят до сих пор? Несколько сотен людей. Несколько сотен. Тридцать, четыреста. Несколько сотен. Более двухсот человек. Но я думаю, что мы их всех заберем. Это очень важно. Спасибо большое. Такими были подробности этой недели. Спасибо, что смотрели. До встречи ровно через неделю, в следующее воскресенье.